В чем ваша мотивация привести Homeward 3 к книгу? Вашему Homeward 3? Ну, потому что мы этого еще не сделали. Homeward 3 к книгу Только с точки зрения критики, но и финансово, да. Знаете, для ПК-игр того времени было невероятным продать более миллиона копий, и у них это получилось. История игры Homeward началась в середине 90-х с Алекса Гардена. У него была идея создать игру, которая объединяла бы Command & Conquer и Battlestar Galactica. Это была бы самая первая действительно трехмерная стратегия в реальном времени. Многие люди почувствовали, что эта игра изменила жанр стратегии навсегда. В основе истории Homeward лежит идея пути из усердной работы, добродетельности, но отчужденности, изоляции, одиночества. И потом это борьба через увеличивающиеся, громадные, почти непреодолимые трудности. А потом это прибытие в то место, где вас по праву и по сердцу встречают, принимают. И если вы, как я, или, как я думаю, как многие из наших фанатов, это идеальная аналогия вашей жизни. И это дает вам право драться изо всех сил, потому что у вас есть право по рождению это делать, а вы об этом даже не знали. И вот мы здесь спустя годы и продолжаем думать, ну, Homeworld 3, это должно случиться. Мы все должны это игрокам. Мы читаем комментарии и записки, которые все оставляют в наших социальных сетях и на форумах. И все, что все всегда спрашивают, это где, черт возьми, Homeworld 3. И вот теперь, теперь мы готовы. Мы обсуждали, каким может быть Homeworld 3, каким мы можем его сделать, как дать фанатам то, чего они хотят, и как мы можем выпустить Homeworld спустя 16 лет после сиквела. Homeworld 3 станет последним словом в эпических космических сражениях. Он уловит настроение и тон Homeworld'а и передаст их самым ожидаемым и зочным образом. Мы собираемся погрузить людей в горячие джакузи этой франшизы и действительно дать им то, что они хотят. И крайнее, но не последнее, это будет продолжение истории, которая вас полностью удовлетворит, с интересными поворотами сюжета и локациями, которые, я думаю, поразят некоторых и найдут отклик как у фанатов, так и у новых поклонников. Когда вы что-то создаете, вы не всегда знаете, почему это находит отклик у людей, верно? В случае с Homeworld люди откликнулись намного сильнее, чем мы ожидали. Это значит, что они знают о проекте что-то, чего не знаем мы. Сегодня отличие в создании игр состоит в том, что вы можете даже обратиться к фанатам, чтобы те помогли профинансировать функции и идеи, которые они хотят. В некоторых случаях это может быть потому, что другим образом финансирование не получить. Но также может быть, что вы предпочитаете получать деньги от людей, которые в конечном итоге будут потребителями или покупателями. Ведь в конечном итоге для них вы и создаете продукты. Проект уже финансируется и поддерживается Gearbox, и у нас уже есть захватывающая игра, которую мы собираемся сделать. Поэтому нас волнует только то, насколько шире может стать аудитория. И хотят, чтобы аудитория смогла участвовать по-крупному и дополнительно могли бы воспользоваться прибылью, если такое желание у них есть. Тысячи голосов в течение многих лет тихо дремали в темноте, и наконец у них появилось свое слово. А просто, это просто по-настоящему веселый способ сделать то самое первое рукопожатие с сообществом фанатов. Знаете, это как первое впечатление. Тот факт, что это наши фанаты, а не просто случайные люди с улицы, действительно бесценны. Я имею в виду, они те, кто поддержал проект в сердцах и умах людей повсюду. Вы игры прибыли. Да, это звучало действительно хорошо. Это игра с такой большой фанатской базой, и люди, которые любят эту игру, действительно ее любят. Это очень круто. Так, предположительно, вы сможете увидеть все это, когда корабль разлетится на части. Это последовательность разрушения. Точняк. Для этого и было сделано, да. Здесь нет никого, кто бы сказал, ай, блин, опять Homeworld. Совершенно нет. Здесь нет нехватки желания работать с этой франшизой снова и развивать ее. Если вы посмотрите кругом, то везде таланты в каждом отделе. У нас есть Роб Каннингем, конечно, оригинальный арт-директор и давний мой друг, а также основатель студии. Я не знаю никого, кто сегодня бы делал игры и имел бы больше духа Homeworld в нем. Он создает потрясающую команду, состоящую как из ветеранов Homeworld 20-летней давности, так и из новых замечательных специалистов из индустрии в целом. Как бы он создает команду мечты для этого, типа, кому бы вы еще могли это доверить? А, вот где тусовка. Вы еще можете поиграть с освещением. Например, можно сделать большой силуэт, и потом как бы сделать задний свет, и в конце добавить фронтальную подсветку. А че? Зафигач кучу яростных рикошетов, типа, такие. И, знаешь, они, типа, отскакивают туда-сюда и во все стороны, и, в общем, переборки, конец. Здесь много действительно мощных людей. У нас есть Эрик Торин, исполнительный директор. У нас есть Рори, главный креативный директор. Лэнс, потрясающий дизайнер. У нас есть Карл в качестве арт-директора. Пол Роскей занимается композицией и музыкой. А Рон Камбейтс, конечно. Я хочу сказать им серьезно, я мог бы просто говорить и говорить о том, с какими гигантами мы здесь работаем. Мы очень долго ждали, чтобы создать это, и мы очень рады строить это с вами, чтобы наконец-то сделать следующий шаг в мире Homeworld. Это не приквел, это не ремастер, это Homeworld 3, это следующий Homeworld. Субтитры создавал DimaTorzok